Здравствуйте! В эфире «Местное время» в студии Данил Недзельский. И главное сегодня. Всеобщая диспансеризация. Этим летом ангарчане могут пройти полный медосмотр. Своевременная помощь. Электролизно-химический комбинат выделил деньги на обустройство игровых площадок. И приемка оздоровительных лагерей. Специальная комиссия посетила казачьи войска. Полное медицинское обследование могут пройти ангарчане в этом году. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказала Марина Сасина, начальника отдела Министерства здравоохранения Иркутской области. Закон о всеобщей диспансеризации начал действовать в апреле. Диспансеризация состоит из перечня определенных мероприятий для человека. То есть это осмотр и узкими специалистами, и сдача определенных анализов, и проведение инструментального обследования. То есть это все регламентировано приказом. Лечебные учреждения приступили к этой работе. То есть на сегодняшний день составлены списки по территориям, обслуживаемым данным лечебным учреждением. Значит, определенные года рождения взяты на этот год. Программа рассчитана на три года. Мария Сасина подчеркнула, что именно летом ангарчане могут пройти обследование свободно, без очередей. Нужно лишь обратиться в то учреждение, к которому прикреплен гражданин. 31-е отделение связи, расположенное в 8-м доме 8-го микрорайона, закрылось на реконструкцию. Помещение почты давно требовало ремонта, и с 1 июня в нем начались строительные работы. По словам заместителя начальника ангарского почтамта Ольги Макаровой, жители близлежащих домов не испытают никаких неудобств. Отделение связи функционирует, переехало в соседний подъезд этого же здания, функционирует, работает в полном режиме, предоставляет все те же самые услуги, в том числе и принимается плата за пользование услугами связи. Окончание реконструкции планируется на сентябрь. В ближайшее время также откроется после ремонта отделения связи номер 21, расположенная в 102-м квартале. Сегодня в дошкольном учреждении «Родничок», что в 219-м квартале, состоялась презентация проекта по благоустройству детских площадок. Восстановление игровых сооружений обошлось учреждению в миллион рублей. Проект профинансировал ангарский электролизно-химический комбинат. Сегодня у ребят, посещающих детский сад номер 12, известный в народе как «Родничок», настоящий праздник. На игровых площадках полностью отремонтированы веранды, установлены новые игровые городки, украшены и оборудована прилегающая территория. Такую объемную работу провели благодаря помощи ангарского электролизно-химического комбината. Предприятие выделило детскому саду 1 миллион рублей. Сегодня мы посмотрели, что было сделано на эти деньги. С большим удовлетворением отмечаю, что каждая копейка пошла в дело. А что касается целесообразности и эффективности таких капиталов вложений, то не секрет, что самое эффективное вложение средств капиталов – это в детей, в наше будущее. Несмотря на то, что детский сад уже несколько лет не находится в ведомстве АЭХК, предприятие продолжает оказывать материальную поддержку учреждению. Они, конечно, нас очень здорово поддерживают, мы очень благодарны. И на самом деле, ну, наверное, мы все время в тесной контакте с ними находимся. К слову об активной социальной политике предприятия, ангарский электролизно-химический комбинат оказывает благотворительную помощь и другим городским учреждениям, инвалидным и оздоровительным организациям. Так предприятие помогло спортивной школе «Ермак» в приобретении татами для занятий восточными единоборствами. Сегодня и крупные производства города работают на поддержку образовательной политики и поддержку детей, создание им определенных условий. На мой взгляд, это весомый вклад вообще в развитие города как такового. А на днях станут известны победители конкурса социальных проектов среди некоммерческих муниципальных организаций города. АЭХК направил на финансирование грантов около полумиллиона рублей. Наталья Никифорова, Михаил Трышкин, Местное время. В Ангарском районе начался летний оздоровительный сезон. Большинство лагерей уже открыли двери для ребятишек. Накануне межведомственная комиссия посетила казачье войско. Специалисты администрации, Роспотребнадзора и других контролирующих структур посетили накануне базу отдыха и вынесли свое решение. Будет ли работать лагерь в этом году, узнаем из сюжета. Бывшая сковородка принадлежит казачеству с 2008 года. За эти 13 лет здесь отдохнули почти 8 тысяч ребятишек из разных городов и поселков Иркутской области. В основном путевки выделяются детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также так называемым трудным подросткам. Дети все хорошие. И то, что они у нас еще и чему-то научатся, особенно это уже и дисциплине, и порядку, и соблюдение законности, то это тоже хорошо. Но кроме этого, они у нас еще и отдохнут культурно. Ничуть не хуже, чем в другом обычном лагере. В казачьем войске все по-военному. Вместо отрядов взводы, вместо воспитателей и вожатых командиры и заместители. Да и в корпусах обстановка почти казарменная. Столовая вмещает 180 человек одновременно. Однако проверяющих волнуют не только условия проживания, питания и образовательная деятельность, но и иные вопросы. Особое внимание в этом году комиссия уделяет антитеррористической защищенности и безопасности пребывания детей в детских оздоровительных лагерях. Дополнительно проводятся инструктажи. Связываемся мы с теми индивидуальными предпринимателями или ЧОПами, которые организуют охрану лагерей для того, чтобы никаких инцидентов в течение летнего оздоровительного отдыха не происходило. Члены комиссии убедились, что в казачьем войске все в порядке и с безопасностью тоже. Акт о приемке лагеря подписан, и уже 7 июня в лагерь заедет первая смена. 180 мальчишек и девчонок. Всего за лето здесь отдохнут 500 ребятишек. Евгения Шильникова, Михаил Трышкин. Местное время. Накануне в оздоровительном центре «Галактика» состоялся концерт для детей из подтопленных территорий Иркутской области. Представление для ребят устроили воспитанники Ангарского социально-реабилитационного центра. Подробности в нашем следующем материале. Артисты на сцене, воспитанники Ангарского социально-реабилитационного центра. Зрители в зале – дети из пострадавших от паводков семей. Свой концерт юные ангарчане провели в рамках Всероссийской благотворительной акции «Добровольцы детям». Несмотря на то, что воспитанники нашего учреждения также дети с довольно-таки тяжелой судьбой, дети, которые нуждаются в особой заботе государства, несмотря на это, они с удовольствием и все без исключения, потому что здесь даже и взрослые ребятишки присутствуют, согласились принять участие в такой развлекательной программе. Добровольцы исполняли песни, танцевали и читали стихи. По словам участников представления, узнав о том, что ребята, приехавшие из затопленных территорий и нуждаются в поддержке, они решили поднять им настроение и придумали веселую концертную программу. Нам сказали, что у детей такая вот беда случилась, и то, что их надо как-то развеселить, поднять настроение, нам предложили приехать сюда с концертом. Сегодня 80 ребятишек, прибывших в Галактику на реабилитацию в середине мая, благополучно возвращаются к себе домой. За время, проведенное в гостях у ангарчан, пострадавшие дети смогли хорошо отдохнуть и отвлечься от случившейся с ними беды. Наталья Никифорова, Михаил Терышкин, Местное время. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова